Японская народная сказка. Три сокровища. У одного крестьянина было три сына. Старший был тихого и смирного нрава. И все в семье считали его простаком. Говорит, как-то старик отец своим сыновьям. Годы мои уже преклонные, пора мне назначить наследника. Все вы мне равно дорогие, не хочу я никого обижать. Вступайте искать счастье на чужой стороне. Каждому из вас я дам денег. И кто через три года наполнит кладовую самыми лучшими товарами, тот и будет моим наследником. А делил старик сыновей деньгами и отпустил на все четыре стороны. Младшие сыновья над старшим посмеиваются. Что-то принесет наш простак домой, а? Простак. На первом перекрестке разошлись они в разные стороны. Младшие пошли в большие города, а старшие куда глаза глядят. Шел-шел, видит глубокая речка, а моста через речку нет. Снесло его, разлируем. Зеленеют за речкой луга и леса, но не служат они людям, потому что нет через речку переправы. И подумал тогда старший брат, надо мост починить, чтобы земля за рекою зря не пропадала. Пусть будет людям польза. Стал он чинить мост и трудился так все три года. И сдержал все отцовские деньги. И осталось ему одно – возвращаться домой с пустыми руками. Вот, думает, посмеются надо мной братья, а? Младшие. Но делать нечего. Лег он спать в последний раз на берегу реки. И тут во сне явился ему седобородный старик. Старец. Хорошо ты послужил людям, сказал старец. А вот о себе позабыл. Но не останется твой труд без награды. Вот тебе удочка. Встань завтра на мосту и три раза забрось ее в реку. Первый раз поймаешь кошелек. Непростой это кошелек. Стоит его тряхнуть и посыпятся золотые монеты. Второй раз поймаешь волшебный кувшинчик. Наклонишь его и польется вино неиссякаемой струей. Третий раз поймаешь метелку. На вид она проста, но есть у нее чудесное свойство. Сделана она из веток дерева, растущего на луне. От каждого удара этой метелкой старики молодеют. Только помни, два-три раза ударь, не больше. На утро проснулся старший брат и думает, что за странный сон мне приснился. Привидится же такое. Смотрит, а рядом и вправду удочка лежит. Понял тогда старший брат, что приснился ему вещий сон. Встал он на мосту и закинул удочку в реку. Дрогнуло удочку, словно рыба клюет. Выхватил он леску из воды, а на крючке кошелек висит. Открыл он его, встряхнул, золотые монеты посыпались. Забросил он удочку во второй раз и поймал кувшинчик. Жьется из кувшинчика небывало вкусное вино. Никогда не доводилось ему пробовать такого. Только стал забрасывать удочку в третий раз, а метла уже по волнам плывет. Завязал он три сокровища в платок, надел узелок на палку и поспешил домой. Видит по дороге младшие братья идут. И с каждым три воза добра. Подняли его братья на смех. Глядите, наш простак один тощий узелок несет. Так мы и думали. За три года ничего не наторговал. Зря прожил отцовские деньги. Молчит старший брат, только улыбается. Поехали братья вперед, а он следом за ними бредет по дороге. Себе тихонечко. Старик радостно встретил сыновей. Он уже приготовил каждому по кладовой. Все родичи и односельчане сошлись посмотреть, чем же наполнят кладовые сыновья старика. Открыли дверь первой кладовой. А она доверху полна отборного риса. Вот это хорошо, говорит отец среднему сыну. Рис для крестьянина первое дело. Открыли дверь второй кладовой. А она вся набита свертками шелка. Молодец, говорит отец младшему сыну. Большое богатство нажил. А третью кладовую он и смотреть не стал. Повернул сразу к дому. Что же, отец, воскликнул старший сын, в мою кладовую даже заглянуть не хочешь? А зачем ее заглядывать, ответил отец. Только перед гостями срамиться. Ты ведь с одним узелком пришел? Не обижай меня. Разве я тебе не такой же сын, как другие? Делать нечего. Нехотя, отпер старик дверь третьей кладовой. И вдруг оттуда рекой хлынули золотые монеты. Все даже зажмурились. Так ярко они сверкали. Смотрят гости, и от удивления никто слов вымолвить не может. Тут старший сын говорит им, берите все по горсти золота, прошу вас, не стесняйтесь. Там еще много останется. А после пойдемте к нам пировать. Сели гости пировать, старший сын налил им всем чудесного вина. И пошло веселье. Все хорошо, одно только жаль, сетует отец. Уж очень я стар. Не то прямо вот сейчас и сплясал бы. Сейчас я помогу тебе найти твои молодые ноги, сказал старший сын и ударил раз-другой старика по спине метелкой. Что ты делаешь, непочтительный сын, удивились гости. Только смотрят, старик-отец из Седова стал черноволосым, бодрым мужчиной. Больше тридцати лет никак не дашь. Тут все старики и старухи, давай просить, чтобы их тоже метелкой постигали. Дряхлая бабушка и та помолодела. Вслух она поблагодарила, но про себя ворчала. Пожалел внучек метлы. Мог бы сделать меня еще помоложе, чтобы выглядела я лет на двадцать или того лучше на семнадцать. Все пустились в пляс, только бабушка не стала плясать, куда-то исчезла. Наконец, хватились ее, начали искать, глядь, а от метлы одни изломанные прутья остались. Лежит рядом на полу пустой бабушкин халат, а в одном его широком рукаве барахтается грудной владенец. Плачем заливается, делать нечего. Пришлось внукам нянчить собственную бабушку, а метла так и пропала. Вот почему старики теперь больше не молодеют. Субтитры создавал DimaTorzok